О том, что происходит сейчас в российских тюрьмах на фоне войны России против Украины, мы сейчас поговорим с главой фонда Руссидящей Ольгой Романовой. Ольга, здравствуйте. Рад видеть вас в нашем эфире. Доброе утро. Вот Медиазона говорит, что в сентябре-октябре заключенных в России стало меньше на 23 тысячи человек, тогда как в ноябре-декабре всего на 6 тысяч. Разница примерно в 17 тысяч человек. Я правильно понимаю, что это те люди, которые ушли воевать против Украины? Нет. Все на самом деле не так. Потому что мы смотрим на конечную цифру, которая показывает разницу, сколько убыло, сколько прибыло. Минус 23 тысяч человек на 1 ноября – это минус 23 тысячи с учетом того, сколько прибыло. Это 30 тысяч завербованных плюс порядка 7 тысяч тех, которые пришли в тюрьмы, были посажены. Что касается нынешней статистики, то все очень просто и очень печально. В ноябре и в декабре в систему ФСИН России вливались украинские заключенные. 2,5 тысячи, как минимум, заключенных из Херсонской области и заключенных из Николаевской области. Они сейчас сидят примерно в 10 зонах России. И буквально вчера был большой международный пограничный скандал, когда 14 из них пытались отправиться через границу с Латвией. Латвия отправила их назад в Россию. И, конечно, с этим надо будет что-то делать, но для этого нужна политическая воля. Плюс ко всему… Ольга, подожди, пожалуйста. 14 заключенных пытались отправить на границу с Латвией. Не совсем понятно. Да, да. Да, 14 украинцев заключенных с украинским паспортами. Это отправляли тремя группами. И только в третьей группе латвийские пограничники увидели, что у одного из них нет украинского паспорта, а есть только справка о освобождении. Тогда не поняли вообще, кто это. Кто эти 14 человек. То есть это люди, которые, видимо, на оккупированных территориях, они бежали из украинской тюрьмы. Я правильно понимаю, через Россию? Нет, они не бежали. Они были перевезены с украинской территории, с оккупированной территории. Перед деоккупацией они были перевезены в Россию. Их больше, чем 2,5 тысячи человек. И вот вам, собственно, то, что называется остановился прирост тюремного населения России. Вот он, прирост. Вот он, прирост. И плюс ко всему, в декабре у Вагнера был большой провал с вербовкой. И этот провал был связан с тем, что осенью прошлого года, когда, собственно, была массовая вербовка, максимальная после объявления мобилизации, и Вагнер пошел в восточную Урала и охватил вербовку всю страну, он завербовал сразу очень много заключенных осенью, но и очень много заключенных побежало. Они побежали как сдаваться в плен, так и побежали и назад в Россию с оружием. Это стало большой проблемой для Пригожина. И тогда мы с вами увидели внесудебные казни. Внесудебные казни кувалдой. И еще мы знаем о существовании, как минимум, четырех записей с другими казнями. Но их, конечно, гораздо больше. И, надо сказать, что эти казни и, главное, их обнародование такое подробное, оно остановило сдачу в плен, остановило бегство, дезертирство, но оно уже остановило и вербовку в зонах. Люди испугались. Поэтому в декабре был провал по статистике в СИН, остановка вербовки и вливание в ряды в СИН, заключенных из Херсонской и Николаевской областей перед деоккупацией. Вот вам и статистика. А сейчас январь даст огромный, огромный прирост заключенных в... В ЧВК Вагнер? В Вагнер. После того, как Пригожин опубликовал видео, как их там освобождают и даже награждают. Я правильно понимаю? Да, да, да. Это вот такой был пиар-ход, очень серьезный, который на неокрепшие умы довольно серьезно повлиял. И, конечно, это увеличило поток рассказа о том, как заключенные будут поступать без экзаменов в лучшие университеты страны, как они будут становиться депутатами Госдумы. В чем-то сказать, я не сомневаюсь ни одной секунды. Я думаю, что парочка будет выбрана образцов показательных уголовников, один из которых станет депутатом, другой, например, поступит в МГИМО. И все это тоже будет иметь пиар-эффект, а что будет с ними дальше, никому не интересно. Ольга, если я правильно помню, в прошлый раз вы в нашем эфире говорили о том, что ЧВК «Вагнер» в российских тюрьмах завербовали около 50 тысяч российских заключенных. То есть в российских тюрьмах без учета украинских заключенных стало на 50 тысяч меньше? Стало на 50 тысяч меньше заключенных, кто сидел на 26 июня. Но это же тюрьма, это сообщающие сосуды, это бассейн, где есть труба А и труба Б. Из трубы А заключенные уплывают, завербованные «Вагнером», но из трубы Б заключенные попадают назад в тюрьму, потому что суды работают, прокуратура работает, следствие работает, тюрьмы переполнены, СИЗО переполнены. Они пополняются тюрьмой все равно. Да, но объясните, если заключенный подписывает контракт с ЧВК «Вагнер», он перестает быть заключенным? Он в СИН российско уже не числится? Это загадка, это загадка, большая загадка. Судя по всему, нет. Судя по тому, что какие цифры публикует, например, глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк, и какие формировки при этом он использует, ну и по нашим тоже данным, что все-таки они сняты с учета, они сняты с учета в СИН, то есть им больше не выдается питание, им больше не выдается амбундирование, то есть вот с этого учета они сняты, да, они отвечают родственникам, что ваш отец, муж, сын переведен в УФСИН Ростовской области и просил никогда больше не сообщать вам сведения о нем. Но, тем не менее, с учета их снимают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok